И я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Большой привет всем левобережцам, которые сейчас смотрят и готовы слышать Слово Божье. Драгоценные, это особенное время, когда мы можем объединиться вокруг Слова Божьего, вокруг этой истины, которая, если выходит из уст Божьих, она не возвращается обратно, не исполнив то, для чего послана. Поэтому давайте будем внимательны, давайте настроим свои духовные уши, чтобы услышать то, что Дух Божий сегодня будет говорить в нашу жизнь. Аминь. Аллилуйя. Это проповедь о том, кем видит нас Бог. Это проповедь о том, видим ли мы себя так, как видит нас Бог. И я знаю, что в окружении этого мира бывает очень непросто увидеть себя так, как видит нас Бог. И потому что все вокруг очень часто говорит ровно противоположное. Все вокруг пытается показать нам нас же совершенно с другой стороны. Но очень важно видеть себя так, как видит нас Бог. Очень важно вообще, потому что от этого зависит от того, как мы видим себя. От этого зависит, как мы живем и чем мы занимаемся вообще на этой земле. Правда ведь? Один брат на прошлой неделе рассказывал, как он очень сильно любит свою профессию стоматолога. И он говорит, вообще я удивляюсь, почему не все люди в этом мире стоматологи. Вот я думаю, что не все из нас согласятся с этой радостью, потому что у нас свои какие-то есть ассоциации, связанные со стоматологами. Но вот он так любит свою профессию, что он просто говорит, это самая лучшая профессия, какая только может быть. И пришло время, он поехал в другую страну. И пока там не было работы по его специальности, он устроился работать таксистом. И он говорит, сколько я работал таксистом, сколько бы денег и не зарабатывал, как бы у меня получалось или не получалось. Я все время чувствовал, что что-то не так, что-то не то я делаю. И проблема была не в том, что профессия водителя, профессия таксиста, она плохая, замечательная, благословенная профессия. Но проблема была в том, что он не был таксистом. Он был призван к другому. Его призвание заключалось не в том, чтобы быть таксистом, а в том, чтобы быть стоматологом. Поэтому сколько бы он ни трудился, какой бы он успех там ни имел, он чувствовал себя неудовлетворенным. И это понятный пример из нашей человеческой повседневной жизни. Но надо признать, что даже если человек занимается любимым делом, даже если у него это получается, и он зарабатывает неплохие деньги, и обеспечивает себя, и покрывает все свои нужды физические, зачастую он чувствует себя неудовлетворенным. Зачастую он говорит, чего-то не хватает. И я знаю, что сегодня здесь есть люди, которые сидят и говорят, да, я чувствую последнее время, как мне чего-то не хватает, как будто что-то не так, как будто что-то еще должно быть. И я думаю, это потому, что Бог создал нас для гораздо большего, чем просто восполнять свои физические нужды. Бог создал каждого человека для себя. Он создал каждого из нас, чтобы мы жили для Него, и чтобы мы делали дела, которые Он хочет делать. Аминь. И поэтому, если мы не занимаемся тем, для чего созданы, мы можем заняться чем угодно, иметь какой угодно успех, но при этом будем чувствовать, чего-то не хватает, что-то не так, чего-то хочется еще. Однажды Иисус встретился с одной женщиной, самарянкой, и Он общался с ней возле этого колодца, а ученики ушли, чтобы купить пищу. И когда они пришли и предлагают Иисусу кушать, а Иисус говорит, я не хочу, они удивляются, кто-то принес Ему еду, а Он им отвечает, моя пища есть творить волю пославшего Его, и исполнить Его волю, исполнить Его дело. По всей видимости, Иисус был настолько вдохновлен, вот этим общением с этой женщиной, Он был настолько наполнен присутствием Бога Живого, что Он даже кушать не хотел, Он чувствовал себя настолько удовлетворенным, что Ему даже не надо было, не нужна была какая-то физическая пища. Дорогие, мы последователи Иисуса Христа, а мне кажется, и вообще каждый человек, потому что каждый сотворен Богом. если человек не исполняет то, для чего он сотворен на этой земле, если он не делает дела Божьи, он всегда будет чувствовать какую-то неудовлетворенность. Вы согласны со мной? И надо признать, что когда идет речь о обычных физических, ну, человеческих профессиях земных, то, в общем-то, нам все понятно. Но когда идет речь о том, чтобы делать то, чего хочет Бог, то надо признать, что здесь нужна немалая смелость. Нужна немалая смелость, потому что то, как этот мир смотрит на Бога, как этот мир смотрит на Его дела, и как смотрим мы верующим, это огромная разница. И хорошо, когда мы сидим здесь, и мы друг друга понимаем, и нам легко. Но совсем другое дело, когда ты идешь в этот мир, и Бог тебя просит что-то сделать, то тогда тебе кажется это таким нелепым, таким непонятным, таким странным и ненужным зачастую кажется. Именно об этом говорит апостол Петр. Я хочу прочитать вам из первого послания Петра, вторая глава, с пятого по десятый стих. И здесь говорится о том, кем Бог нас видит, и для чего мы, к чему мы призваны. «Итак, приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, камень, который отвергли строители. Но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Потрясающе. Бог использует здесь строительную терминологию, чтобы, называя нас живыми камнями, и говоря об Иисусе Христе, как о краеугольном камне. Краеугольным камнем был, знаете, такой большой камень, который закладывался в основание строения и назначение которого было взять на себя основную нагрузку от будущего здания. И, кроме этого, дать направление всему строению, которое должно было быть воздвигнуто. Итак, апостол Петр сравнивает и использует эту терминологию, чтобы показать, что Иисус Христос это краеугольный камень в этом строении. Я уверен, что речь идет о строительстве церкви. Иисус сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Это то строение, которое возводит Бог на этой земле. Так вот, в строительстве церкви, а значит и в строительстве нашей жизни, потому что церковь состоит из нас, как из живых камней, как здесь написано. Итак, в строительстве церкви и в нашей жизни апостол Петр говорит, что вот этим краеугольным камнем должен быть Иисус Христос. Он хочет взять основную нагрузку в этом строении, в нашем служении, в нашей жизни. Иисус Христос хочет взять основную нагрузку на себя. Я думаю, об этом Иисус однажды сказал, когда говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя иго мое, ибо оно легкое, оно не тяжелое. Он говорил этим, что я хочу взять основную нагрузку всей вашей жизни на себя. Вам не будет сложно жить. Кроме этого, мы иногда сомневаемся, тем ли мы занимаемся на земле, чем должны заниматься. Иисус должен стать этим краеугольным камнем, который задает направление в нашей жизни. Для чего нам вообще жить? Что нам вообще надо делать? Сегодня люди по-разному размышляют, где им жить, чем заниматься. И часто смотрят по-человечески, где теплее, где лучше работа, и так далее, и тому подобное. Но Иисус, апостол Петр, говорит, что Иисус должен стать этим камнем, краеугольным, который будет направлять всю нашу жизнь. И дальше, посмотрите, апостол Петр делит людей, всех людей, на две категории. Он говорит, что все люди смотрят на Иисуса Христа. И Бог сделал так, что все люди, живущие на земле, смотрят на Иисуса Христа. Только реакция у всех людей разная. И Он делит всех людей на две категории. Одни смотрят на Иисуса и видят в Нем эту драгоценность. Они понимают, что если заменить этот краеугольный камень на что-то другое, то тогда самим придется тащить всю нагрузку на себе в жизни. Иногда люди, не имеющие Иисуса Христа в своей жизни, они ощущают это давление непомерное, тяжелое, эту тяжесть им трудно. Каждая ситуация их просто разрушает. Они как будто тащат эту жизнь свою на себе и изнемогают, потому что Иисус Христос не стал их краеугольным камнем. И для этой категории людей, о которой говорит апостол Петр, Иисус стал этим краеугольным камнем. Поэтому для них это сокровище. Это великое сокровище. Они понимают, что без Иисуса они не знают, в каком направлении двигаться. Без Иисуса они не знают, как справиться с очередной ситуацией. Это сокровище. Иисус, как Библия показывает, является ответом на всякую нужду, на всякую проблему. Он готов дать силу в любой ситуации. Это сокровище. Это сокровище, которое невозможно, наверное, пересказать, описать полноценно, достойно, чтобы выразить всю многогранность этого сокровища. И они дорожат. Иисус, Иисус. Для них важно каждое слово, которое Иисус сказал в Библии. Они благоговеют перед всем, что Иисус говорит или делает или к чему призывает их. Но есть другая категория людей. И апостол Петр говорит, что для этих людей они смотрят на того же Иисуса Христа. Они смотрят на это же сокровище. Но все, что они видят, это камень. Причем камень, который вообще ни на что не годится. Камень, который невозможно не то, что в основании какого-то угла поставить и сделать краеугольным камнем, а вообще они просто выбрасывают этот камень. Посмотрите, как Петр об этом говорит. И для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли. И вот это греческое слово, которое у нас переведено как отвергли, оно дословно означает отвергать из-за непригодности. То есть они не видят вообще никакого смысла в Иисусе Христе. Они не понимают, как его можно прилепить вообще к своей жизни. Как вообще может Иисус помочь мне? Они не имеют этого понимания об Иисусе Христе. И поэтому они отвергают его. Зачем ходить в церковь? Они пытаются понять это умом и в лучшем случае ходят просто чтобы поставить какую-то галочку, ну на всякий случай, чтобы Бог там где-то какой-то есть, чтобы Он не прогневался на меня. А вообще они не считают, что это что-то ценное. Они пытаются понять, зачем прийти в церковь. Они пытаются понять, зачем вообще читать Библию. Ну какая-то история где-то про кого-то. Зачем молиться? Что это такое вообще? Я молюсь, говорю как будто сам с собой что ли. И они пытаются по уму, по-человечески ответить на эти вопросы и как-то прилепить Иисуса в свою жизнь. И у них не получается. И они игнорируют. они отвергают. Итак, две категории людей. Одни видят сокровища в Иисусе Христе, без которого жить просто невозможно. А другие видят камень, который никуда не прилепишь к своей жизни. Они просто игнорируют все, что связано с Иисусом Христом. И вот вопрос. Что же отличает эти две категории людей? Интересно, что же определяет в какой категории находится человек? И апостол Петр, на мой взгляд, очень ясно говорит об этом. Итак, для вас верующих Иисус драгоценность, а для неверующих это камень, который отвергли строители. В чем же разница между одной и другой категорией людей? Вера. Именно вера, без которой Богу угодить Писание говорит, невозможно. Вера отличает нас принципиально. Вера, она открывает глаза. Вера наша позволяет нам увидеть то, что человеческим взглядом невозможно увидеть. Вера переносит нас в какое-то другое измерение и дает нам размышлять так, как ни один человеческий самый высокий разум и интеллект не может размышлять и помыслить. Вера, она открывает нам глаза. Вера наша позволяет нам увидеть Бога таким, какой Он есть. И вы только вдумайтесь, насколько радикальная разница между человеком, который верит и видит Бога сокровищем и видит Его таким, какой Он есть, и между человеком, который не имеет веры, пытается понять все в лучшем случае умом, не понимает и отвергает, потому что размышляя о Боге, он не видит, как Бог может помочь в его жизни. И он считает его абсолютно ненужным. Итак, без веры мы не можем увидеть Бога правильно. Можете сказать аминь? Вера определяет, в какой из этих двух категорий людей мы находимся. Я хочу спросить, кто может сказать и засвидетельствовать «Я верующий человек». Я верю из присутствующих здесь. Кто может поднять руку и сказать этим «Я верующий человек»? Да, спасибо. После того, когда мы сделали этот вывод, что без веры невозможно увидеть Бога, без веры невозможно увидеть написанное Божье Слово. Аминь? И после того, когда вы сказали, что мы верующие, мы можем двигаться дальше. Вы готовы? Хорошо. Теперь давайте прочитаем то, что апостол Петр говорит о нас с вами. И он показывает, как Бог смотрит на нас верующих. Поэтому пристегните ремни. Когда Бог начинает открывать свой взгляд, все, там внутри что-то замыкать начинает. Поэтому сильно сейчас умом не пользуйтесь, это потом, а сейчас давайте включим веру свою, давайте откроем сердца свои и посмотрим то, что Бог говорит о каждом из нас. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный. Это то же самое слово, которое чуть выше употреблялось по отношению к Иисусу Христу. И здесь написано, что он краеугольный камень избранный. Это то же самое слово, которое теперь употребляется к вам. Написано вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел самим Богом, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы из тьмы чудный свет. Это потрясающе. Я не знаю, размышляли вы когда-нибудь над этим словосочетанием или нет, но последнее время я размышляю. Царственное священство. И апостол Петр, наполненный Духом Святым, обращается к церкви, которая состоит из людей, таких же, как и мы. И он говорит, вы род избранный, вы царственное священство. Вы царственное священство. Мы читаем Ветхий Завет, мы знаем, кто такие священники, но так, священники, ладно, то есть вы священники. Вы можете повернуться друг к дружку, друг к дружке и поприветствовать, сказать, приветствую вас, ваше преосвященство. Да-да, я вижу, не все это делают. Кто-то мозги включил, кому-то трудно, но это не просто увидеть себя так, как Бог вас видит. Он говорит, вы священники, и вы не просто священники. Знаете, назначение священников было, во-первых, предстоять перед Богом и иметь личные отношения с Богом. Священник это отделенный человек для Бога. Он стоит перед Богом. Его главная ответственность быть перед Богом. И вторая его ответственность помочь другим людям знать Бога. Это две главные ответственности. И об этом апостол Петр и говорит, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы священники, но вы не просто священники, вы какие-то царственные священники. То есть вы священники, самого высокого рода. Вы священники царственные какие-то. Я тоже не понимаю, о чем говорю на самом деле. Потому что понять это, мне кажется, человеческим способностям просто не дано. Царственное священство, мы смотрим друг на друга, да ладно, мы улыбаемся в лучшем случае. Мы царственное священство, мы священники, мы знаем, что святой, это святой, там на картинке какой-то на иконе святой почитают, тут написано «Вы народ святой, вы священники, Бог отделил вас для себя, чтобы вы имели отношение с Ним и чтобы вы другим людям помогали иметь отношение с живым Богом, чтобы вы являли Бога, Его совершенство, Его красоту, Его качество, Его силу, чтобы вы являли людям на этой земле. Это ваше призвание. Я понимаю, что сложно бывает согласиться с этим, но позвольте прочитать вам еще одно местописание. Вот что здесь написано. Послание Евангелия от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Это сказал сам Иисус Христос. И Он говорит, не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Аминь. Это слова Иисуса. Он говорит, не вы Меня избрали и себя не вы не избирали. Кто из вас хотел бы, мечтал в детстве, например, мечтают дети быть летчиком, строителем, кто из вас мечтал быть царственным священником? Ни одного. То есть никто из нас сам себя бы точно не избрал. И соседа бы, наверное, не избрал даже. Но Иисус говорит, не вы избираете, не вы ставите, не вы определяете, для чего Я вас поставил. Он говорит, Я вас избрал. Я вас избрал. Вы можете сказать, Иисус Меня избрал. Аминь. Он говорит, Я вас избрал и Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Поэтому мы со Христа на себя. Глазами Бога смотрим дальше на себя. Но если честно, правде посмотреть в глаза. Все это звучит хорошо. Но если посмотреть на нашу жизнь, то далеко не всегда мы можем видеть, как мы по-настоящему являемся представителями Бога в этом мире. Мы можем признать, что не так как-то Бог действует через нас, как должен был бы действовать, если мы на самом деле именно эти священники, которые перед Богом, которых Бог для этого избрал. Он для этого избрал. Если я избираю что-то для себя, я начинаю этим пользоваться. Я разумный человек, я взял какую-то вещь, я начинаю ей пользоваться. Я это избрал и я этим пользуюсь. написано Бог избрал нас, чтобы мы предстояли перед Ним и чтобы мы возвещали Его качество, Его совершенство для других людей. Почему же, Господи, где, где это? Как, где эта сила, которая должна из меня исходить? Где эти качества? Почему я спотыкаюсь и не могу перестать грешить? Почему, Господи, у меня не получается то там и там? Господи, я не похож на того представителя Царства Божьего, которым ты меня называешь. Я хочу показать вам одну вещь, которую вижу важной и которая является на самом деле препятствием на пути того, чтобы Бог мог использовать. Это написано в Ветхом Завете. И там очень ясно написано, Бог говорит через Моисея ко всему народу. И Он говорит, если есть определенные условия, чтобы я мог использовать священников. И Он говорит, что если это условие не будет выполнено, я не смогу использовать их. Это то же самое, что Он бы сказал сейчас к нам. Вы царственное священство, но должны быть определенные условия, чтобы я мог вас использовать по назначению. Если эти условия не будут соблюдены, я не смогу использовать тогда такого человека. Что же это за условия? Давайте прочитаем. Книга Левит, 21 глава, с 16 по 21 стих. Левит 21, 16, 21. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, ну, определенное священодействие, да, никто, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ядрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Три или четыре раза здесь повторяется одно и то же. Не должен он приступать к священно действию. Действию я против, чтобы этот человек приступал к священно действию. Не напрягайтесь сильно, сейчас я прочитаю вам еще пару мест, они помогут вам. Мы в Новом Завете живем, теперь читаем Новый Завет. Лука 14 глава с 21 стиха, и здесь написано, кого Бог призывает для служения Ему в Новом Завете. Слушайте, хозяин дома сказал рабу своему, это рассказывает Иисус Христос, и под хозяином дома мы понимаем, он имеет в виду Бога, который хозяин в своем доме. И он говорит, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. А апостол Павел в первом послании Коринфянам очень откровенно говорит с 26 стиха, Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И так, читая эти места Писания, мы понимаем, что для Бога сегодня нет проблемы, если какой-то физический недостаток на нашем теле. Он наоборот, говорит, зови вообще всех подряд, и я прославлюсь через этих людей. Тогда о чем же говорит Бог через Моисея? Ведь его слово, оно вечное, оно не может быть в Ветхом Завете одно, в Новом Завете другое. И мы понимаем, что Ветхий Завет это тень, это образ Нового Завета. Что же это за тень? О чем же говорит? Где же настоящее, о чем говорил Бог в Ветхом Завете, в Новом Завете о священниках? Я думаю, друзья, что речь идет на самом деле о недостатке, но теперь не о недостатке тела. Идет о недостатке чего-то большего, о недостатке сердца, о недостатке нашей души. И если есть этот недостаток, то Бог не может использовать нас, как Он хотел бы. Скажите еще раз, кто помнит, чем отличается наша категория людей, верующих от неверующих? верой нашей. Это единственное, что по-настоящему отличает нас от этого мира. Мы верим, поэтому наши глаза открываются. Мы верим, поэтому имеем доступ к престолу благодати. Мы верим, поэтому понимаем то, что написано в Библии. Мы верим, наши сердца открыты, поэтому мы можем двигаться за Богом дальше. Есть противоположность, есть недостаток номер один. И может быть, это единственный недостаток, который Богу по-настоящему мешает действовать через нас. И этот недостаток называется неверие. Это неверие, которое выражается в страхах, в сомнениях. Написано нам, Бог дал не духа страха, но любви и силы и здравого разума. Написано, что в любви нет страха, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Но противоположность веры это неверие, которое выражается в страхах, которое выражается в сомнениях. И это становится такой плотиной, знаете, в нашем сердце, на пути Бога к этим людям, которым Он хочет служить. И это как плотина, за которой такая мощь, такие возможности. Но все, что Он может, как на этом ролике, это что-то переливать через нас, через наши страхи, через наши сомнения. Он все-таки что-то изливает на этот мир. Он хоть как-то использует нас. Хоть что-то получается, там исцелился немножко, там кому-то помог немножко, там кто-то покаялся. Слава Богу! Дорогие, но за царственным священством стоит царь, который имеет мощь намного большую, чем то, что мы видели перед этим, на этом ролике. Он имеет мощь, примерно вот такую. Ну, давайте. Ну, где? Вот так вот. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола на этой земле. Иисус пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Иисус пришел, чтобы дать пленникам освобождение, слепым прозрение, чтобы благословить весь этот мир, за который Он пришел пострадать и умереть на кресте, чтобы простить нам грехи наши. А можно еще раз? Вот эта мощь, она стоит за нами. Как только мы соглашаемся убрать просто эти страхи, эти сомнения, эту медлительность, как результат вот этих сомнений, Бог начинает действовать. Включите свет, пожалуйста. Мне не так давно приснился сон, буквально две недели назад приснился сон. Я находился на вершине большой горы. И на этой вершине горы я помню, какие ощущения меня наполняли. Я был в восторге. Площадка была, знаете, небольшая, там могло уместиться на этой площадке только несколько человек. Это такая вершина горы. Я смотрел вниз, там такое все мелкое и незначительное было, но те виды, которыми я любовался, они восхищали меня. И я помню это чувство восторга прямо во сне. И подходит ко мне одна сестра. Кроме меня еще было три человека. Там все служители, я их знаю, я вам только не скажу. Мы уже общались, значит, с ними. Я думаю, Бог показывает нам что-то, направляет нас через сны так же. И эта сестра, служитель, подошла ко мне. Я как будто даю ей какое-то задание. Она говорит, все ясно. И так шусто, раз, и там лестница оказывается с этой горы. И она за лестницу и пошла спускаться по лестнице. Думаю, потрясающе. Я помню во сне мысль, насколько смелая, молодец, и уверенная. Пошла и делает. Другой человек, он пополз как-то с одной стороны горы, не через лестницу. С другой стороны, третий человек с другой стороны. Я помню одного за ногу, другую за руку. Я начинаю объяснять, там опасно. И мне, чувствую, мне самому страшно. И один и другой объясняют, что да все нормально, и там кто с улыбкой радуется. Да, все в порядке, как бы легкомысленно. И каждый в своем. И я ощущаю, что меня наполняет вдруг страх, что цепенеющий страх. Я боюсь пошевелиться. Я не могу пошевелиться. Я понимаю, что я могу пошевелиться и улететь куда-нибудь туда. Это так высоко, это так опасно. Я объяснял одному, другому, и вдруг я в этом страхе. Я помню эту мысль во сне. Еще пять минут назад я восхищался красотой. Что со мной? Что со мной? И я проснулся. Буквально пару дней прошло. Я находился на площади Ленина. Мне нужно было там купить определенную вещь. И я вышел, и вдруг услышал, как человек вышел из машины и услышал, как человек просто кричит, орет, просто призывая в свой магазин взять, на распродажу прийти. И я подумал, вот надо же как орет, а. Прям хотел сказать, ты что так орешь? Ну, прям не кричит, прям как-то неестественно. Я прохожу, а Бог говорит, скажи этому человеку обо мне. Мне подумалось, эта мысль еще хуже, чем то, что он делает. Потому что вообще неестественно. Тут народ, люди, он так ведет себя, мне подойти, что-то говорить. Я не буду долго вам рассказывать всю историю. Я скажу последнее, что я стоял, я уже четко понимал, что Бог хочет говорить к этому человеку. И я стоял, и чем дальше, я цепенел от страха. Я думаю, да что со мной? И мне так сложно. Я прям Богу так говорю, Господи, мне так сложно. И я вспомнил сон. И потом подошел, сказал ему, и он оказался, на удивление, открытый, и он слушал, и обещал прийти в церковь, если не уедет в командировку. И я ушел обратно домой, наполненный просто счастьем от того, что сделал все-таки то, что Бог мне сказал. Но с другой стороны, я потерял три часа. Я не буду вам рассказывать всю историю, но я потерял три часа во всей этой истории, чтобы все-таки сказать ему об этом. Понимаете? Друзья, есть вот эта плотина, эти страхи, это сомнение, это единственное, на мой взгляд, на основании Писания, что может мешать. Скажу вам одну мысль. И я удивляюсь некоторым историям, современным историям, когда слышу, что какой-то человек, он такой помазанный, и он так служил, и он исцелял, и он через него Бог так действовал, он пророчествовал, и вдруг выясняется, что он, например, гомосексуалист. Я ни в коем случае не хочу оправдать какой-то грех и сказать, что это нормально, если ты грешишь и служишь Богу. Нет, я хочу сказать другую мысль, что когда Бог тебя избрал, когда Он тебя поставил, когда Он имеет через тебя что-то сделать ради тех людей, которых Он любит, за которых Он пошел на крест, Он может использовать ослицу, Он может использовать грешника, Он может использовать кого угодно, Он не может использовать сомневающегося, Он не может использовать боящегося. Это как эта преграда, за которой будет стоять огромная Божья мощь, сила, готовая изменить, воскресить из мертвых, исцелить человека, дать выход из ситуации, дать пророчество, слово знания, все что угодно, но страхи эти, они не позволят сделать то, что Бог хотел бы сделать. Только вот эти плески, только вот эти выплески какие-то, небольшие присутствия Божьего, которые кому-то помогают. В пятницу мы хоронили одного человека, ему было 37 лет и собралось только 44 родственника, он был неверующим, верим, что под конец покаялся, тоже другая отдельная история, долгая, но только 44 родственника, у них не было по всей видимости возможности арендовать какой-то прощальный зал, поэтому церемония должна была пройти прямо возле, или прощания прямо возле общаги, в которой он жил, а потом дождь ливанул, и мы все должны были войти в эту общагу. И вот общага, вот этот холм небольшой, и туда гроб занесли, и эти родственники облепили, все облепили этот гроб, кричат, вопят, истерика, просто страшно. Я смотрел на этих людей, стоял возле гроба, мне было жалко, я смотрю, они все потерянные, они настолько разрушенные, для них тупик, он только что был полон жизни, они потеряли его, все, для них тупик, хаос. И я понимаю, Бог побуждает меня сказать к этим людям. И опять этот страх, который так естественно подступает в этот момент, я вспоминаю сон, поэтому я делаю шаг вперед и начинаю им говорить. И вдруг, не проходит минуты, наверное, вся эта огромная толпа, они замолкают, и они начинают внимательно слушать. А потом спустя минуты три, после этой, ну чуть больше, может быть, там пять-десять минут, сколько я говорил это слово, а потом я пригласил их к молитве, и мы все дружно, всей этой толпой молились молитвой покаяния, и присутствие Божье было там. Я видел, как Бог что-то меняет сверхъестественно, как будто эта плотина прорвалась, эта мощь пришла, и вдруг из этого хаоса все по-другому становилось. А потом мы приехали на кладбище, и там, как будто все эти люди тоже туда приехали. И опять было так сложно, а внутри Господь сказал, призови их всех к молитве. Я еще немножко поцепенел, опять вспомнил сон, сделал шаг вперед ко гробу и сказал, друзья, давайте соберемся на молитву. И они собрались. Отовсюду, они пили там, водку-то наливали, ну то есть поминали, там все, они все собрались, все оставили, молились вместе, а потом со слезами на глазах. Ко мне подходили люди, сжали руку и благодарили, спасибо, я видел, Бог все изменил. Я не знаю, может быть, это на левом берегу, может быть, кто-то сегодня из них там, на левом берегу, на богослужении, если вы там, я так счастлив, что вы там. И я очень рад, что вы открыли свое сердце для Бога. Драгоценное, это все, что нам нужно. Нам нужно согласиться, отказаться от этих страхов, от этой боязни, от этой неуверенности, от этой медлительности. И позволить Богу сделать то, к чему Он нас призывает. Он избрал нас. Вы царственное священство. Вы избранный род Божий. И последнее местописание, которое я вам прочитаю, на этом мы закончим, это то, что сказал апостол Павел. Он видел вокруг страхи, он говорит, и внутри страхи, и снаружи страхи. Не знаю, что делать. Но второе послание Коринфянам, 4,13. Но имея тот же дух веры. Как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем и потому говорим. Аминь. Драгоценный... Субтитры сделал DimaTorzok